Начало года это повод оглянуться назад и подумать о том, что нас ждет в предстоящем временном периоде. Тем более, что в 2013 году аграрии начнут жить по новым законам. С 1 января вступила в силу 8-летняя программа развития отечественного АПК. Какие новшества приобрел этот технический и финансовый документ, и как изменится господдержка сельчанам в первом сюжете выпуска. Федеральный бюджет впервые за всю историю отечественного АПК начнет субсидировать молоком. Это один из новых пунктов программы развития сельского хозяйства страны на 2013-2020 годы. За каждый литр реализованного товарного молока животноводы будут получать субсидию. Хотя для Красноярского края это давно не в новинку. Мы в течение уже последнего 5, а может и более лет, мы субсидируем 1 литр произведенного реализованного молока. То есть, наверное, Красноярский край опередил некоторые сейчас новации, которые идут со стороны федерального бюджета. Буквально после январских праздников были опубликованы порядки по выделению денежных средств на субсидирование затрат, связанных с производством 1 литра молока. В 2013 году условия будут такие, ну, условий практически нет, предполагается субсидировать молоко высшего и первого сот. С 2014 года уже будет там ряд условий. Мы должны при этом увеличивать продуктивность, ну, фуражную корову будут выплачиваться при условии увеличения молочной продуктивности, при условии не снижения объемов молока в данном хозяйстве, выход телят на 100 коров. Ну, и вот такие условия. В принципе, у нас некоторые условия работают уже в нашем законе. Федеральная субсидия за молоко приплюсуется к имеющейся краевой. Правда, какой именно она будет, пока непонятно. Все уточняющие приказы Москва спустит в краевой Минсельхоз лишь через несколько недель. Но, скорее всего, молочное субсидирование будет не меньше прошлогоднего. Остается подождать также известие о том, какие льготы будут получать наши растеневоды. Согласно условиям ВТО, в которые шагнула Россия, в программе впервые предусматриваются погектарные выплаты. Они заменят целый ряд имеющихся субсидий, которые сегодня получают земледельцы. Европа давно уже живет выплатами не отдельных направлений, как у нас. Мы вот сегодня с вами выплачиваем, допустим, субсидируем затраты, связанные с применением минеральных удобрений, средства химической защиты растений, элитные семена, там, горючо-смазочные материалы были годные. Сейчас в Евросоюз у них одна поддержка на гектар пашни. Соответственно, они все суммируют, что отвечает принципам ВТО, и выделяют вот эту сумму на один гектар пашни. В принципе, на те же, на гектар пашни, допустим, мы можем прописать те же условия, которые мы выставляли при получении субсидий на закуп минеральных удобрений, ну и прочее. Так что здесь я не вижу каких-то кардинальных изменений.